Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте все присутствующие, все, кто подключился к нашей встрече. Мы традиционно продолжаем серию наших бесед, посвященных своему роду практически межкультурному стыку. И сегодня у нас очередная тема, которая затрагивает одновременно обработку литературы, создание аудиокниг и использование технологий искусственного интеллекта. Вообще, если быть точнее, конечно, сегодня помимо технологий искусственного интеллекта, мы эту тему любим, как вы догадываетесь, будут затрагиваться также вопросы применения технологий, так можно выразиться, классических, построенных по принципам скриптовой логики и так далее. В этом смысле у нас тема вебинара объявлена именно вопросом автоматизации. В целом, тут, конечно, я в очередной раз, наверное, повторюсь, в центре, конечно, находятся вопросы, как ни странно, экономические. Потому что, если бы не своего рода предчувствие такой новой экономики в этом процессе, может быть, этой работой не стоило бы сильно заниматься, потому что из людей к искусству очень трудно развивать искусственный интеллект, вообще какие-либо глубинно-технологические информационные процессы поднимать. Но поскольку экономика тут маячит своего рода новое, конечно, вот хочется этим вопросом позаниматься. Я даже уже догадываюсь, что это стало темой избитой, но все-таки не могу обратить внимание на скандал, который произошел в этих выходных. Если кто-то хоть краем глаза следит за тем, что происходит сейчас в мире обработки естественного языка и искусственного интеллекта, конечно, невозможно закрыть глаза на скандалы, разразившиеся в компании OpenAI и ее то ли бывшего, то ли уже снова генерального директора Сэма Альпин. Почему эту историю, опять же, невозможно обойти стороной? Потому что очень много гипотез фигурирует, естественно, что официальный пресс-релиз, официальная позиция практически ничего не происходит из того, что происходит. Но если посмотреть список конспирологических гипотез, что же произошло с Эмом Альпином, то там фактически гипотеза номер два – это разногласие на тему того, какая экономика заключена под искусственным интеллектом. Потому что один из журналистов про OpenAI, ну OpenAI – это компания, которая разработала чат-бота Чат-GPT, и результатами ее работы в том числе и мы пользуемся, то есть нас это все касается абсолютно непосредственно. Хотя мы не берем модели, созданные AI, но мы берем модели, которыми были разработаны и обучены здесь, в России уже на русском языке. То есть мы в каком-то смысле косвенно затронуты, но затронуты. И там, в частности, один из вопросов, который обсуждается, то, что OpenAI проедает деньги, как один журналист написал, в таких количествах, что ими можно, собственно, растопить, ими можно просто топить печень. Для того, чтобы все это стало работать, требуется огромнейшее финансовое вложение, и в том числе пока и ключевая ставка в Соединенных Штатах была низкой, это все было допустимо. Сейчас ключевая ставка подросла, деньги подорожали, значит, естественно, руководство подобных компаний привлекли к ответу. Я бы даже так позаниматься словесными фигурами, я бы сказал, что там такое количество денег было потрачено, что не то, что печь, средних размеров атомный реактор, наверняка, можно было бы уже запустить, в зависимости от того, что было сделано и что теперь с этим делать дальше. Ну, надо искусственным интеллектом до сих пор в своем роде висит злой урок, это все очень классно, это все очень высокотехнологично, это захватывает дух, но мало кто может ответить на вопрос, как это можно превратить в какой-то реально технологический выигрыш, который приносил бы, ладно, просто пользу, приносил бы пользу измеримую. То есть, ну, с точки зрения какой-то экономики. Ну, и судя по всему, конечно, господин Альтман, видимо, какие-то ответы на эти вопросы имел и имеет, ну, есть большое подозрение, что далеко не те, которые ожидали увидеть, точнее услышать, те люди, которые находились в сайте директоров. И, в общем-то, нас в очередную, несмотря на то, что, как бы, может быть, мы очень далеки именно от того, что там происходит в Калифорнии, Сан-Франциско и Братании, проблема-то нас касается в том числе. И я подчеркну, что сейчас вся наша работа построена таким образом, чтобы не просто применить технологии из любви к искусству, а применить технологии таким образом, чтобы действительно мы могли говорить о какой-то новой экономической модели, о новом сегменте, в котором есть расходы и, разумеется, есть какой-то определенный выигрыш, какой-то определенный заработок. И задача – это крайне непривиально. Очень сильно непривиально. Ну, как бы, некоторые плюсы-минусы подобной работы мы уже разбирали. То, что мы разбирали на предыдущих встречах, с вашего позволения, я уж не буду сегодня вспоминать и как-либо к этому возвращаться. Вот. Но сейчас мы попробуем разобрать… Точнее, сейчас мы попробуем бегло, буквально поверхностно, наверное, вспомнить, из каких фаз состоит аудиокнига. Я постараюсь прокомментировать, насколько трудоема каждый из этих процессов, то есть, насколько трудоема каждая вот эта вот фаза, и какие технологии в целом мы можем применить для того, чтобы ручной труд сократить, а долю автоматизации увеличить. Ну, где-то на одних из наших первых вебинарах я говорил, что где-то у нас сейчас соотношение приблизительно половина-наполовину. Ну, это на самом деле очень плохое соотношение. То есть, если у вас соотношение 50 на 50, это, ну, мягко говоря, говорить про какую-либо экономическую рентабельность, наверное, пока что трудно. Вот. Ну, видимо, мы на этих выходных убедились, мы не одиноки в этой вселенной с подобными проблемами. И сейчас, значит, поговорим про это. Так, Татьяна, будьте добры, пожалуйста, второй слайд. Значит, здесь на втором слайде изображена очередность этапов работы аудиокниг, создания аудиокниги. В принципе, ранее вот где-то я эти этапы уже перечислял и, ну, хотя бы так чисто бегло, значит, вспомним, что это за компоненты нашей работы. Значит, практически мы пока что не рассматривали вопрос предобработки исходных материалов. Проблема здесь в том, что когда мы говорим про какую-то вот рентабельность в свете применяемых технологий для решения задач создания аудиокниг, ключевой вопрос, ну, естественно, как вы догадываетесь, это количество книг, которые мы можем создать при не очень большом количестве вручного труда. Значит, ну, в идеале, конечно, вот тут опять же наши западные коллеги говорили, что они провели обработку пяти тысяч книг. Ну, то есть, опять же, там в новостях в премии Виталии не писали. То есть, тоже, что мы не одиноки в этой вселенной, наши западные коллеги, естественно, эту работу тоже ведут. И масштабы у них, конечно, очень сильно нехилые. Ну, в общем, вот как пример именно западного развития, западных достижений – пять тысяч книг. Значит, нам пока про пять тысяч книг говорить нам вряд ли приходится. Но давайте даже что-то гипотетически представим, что нам надо обработать тысячу книг, вот так, две-три тысячи книг. Что это за книги? Что это за книги? То есть, вот откуда они придут? Если нам эти книги не принесут, вот как бы буквально просто физически, значит, не принесут, на стол бумагой не положат, уже как бы хорошо. Значит, скорее всего, это будут либо PDF-файлы, либо сканированные книги, либо книги, собранные с разных интернет-ресурсов сомнительного легального статуса. Ну, вы тоже представляете, как это издательство. И что меня в свое время удивило, когда я уже подошел к работе в мире издательств, меня удивило на самом деле, насколько хаотично и разнородно хранятся материалы, из которых выпускаются книги. Самые разнообразные форматы приложения. То есть, где-то книга сверстная, где-то не сверстная, значит, где-то она, видимо, когда-то распознавалась. И я с удивлением обнаруживаю, что там латинские записи к комнатам XII века, где, допустим, должна быть запись на 12 римскими цифрами X и две буквы И, X и И. Смотрю, что скрипты не берут, выясняется, что это не X и И, это греческая буква, я же прошу прощения, забыл в точности, какая она там была. И древние русские символы в качестве буквы И. Видимо, программа распознавания в войну. То есть, вместо латинских букв там была одна греческая, а другая старославянская. Ну, внешне, визуально-то они, конечно, выглядели абсолютно идентично латинским аналогом там и тому проще. Поэтому то, в каких форматах все это хранится, в каком виде, в каком статусе и прочее, очень сильно неоднородно. Значит, скандартизация, это где-то на таком общем уровне, конечно, идет, но идет это нет, кому-то это нужно, кому-то это не нужно. И в итоге, значит, одна из проблем, которая в настоящий момент еще очень сильно далека от решения. Значит, если мы говорим про оценку каких-то технологий, оценку проникновения каких-либо технологий автоматизации на тех или иных фазах, то я бы сказал, что именно на фазе обработки исходного материала это проникновение в настоящий момент одно из самых низких. Одно из самых низких. Значит, ну, там еще частично сейчас по ходу беседы немножко остановимся на этих темах. Но оно из самых низких, и самое главное, трудно сказать, трудно сформулировать постановку задачи. То есть трудно сформулировать, вот, откуда мы, понятно, что мы не можем подготовить технологию универсальную. Хотя OpenAI там сейчас пытается сделать машинку, в которую, вот, вроде бы, в которую загружаете абсолютно все, абсолютно все. Хотите PDF, хотите еще что-то, она это обрабатывает. Но такой машинке пока что прямо 100% в качественном виде еще толком никто не видел. Ну, понятно, анонсы были, там работы идут. Вот, и одно дело получить какой-то прототип, вроде бы, повезет на работе, что-то совершенно другое дело, конечно, применить это уже в промышленных качествах. Вот, таким образом, это одна из сложных задач, сложных даже не только технологических, сложных по своей постановке, что мы должны обрабатывать. Если просто составить перечень возможных форматов, в которых хранятся книги, находящихся в обращении, там, может быть, где-то там у физических лиц, а то, как и у издательств, ну, эта перечень оказывается абсолютно огромным и непонятным. Одна из самых распространенных историй, значит, если мы говорим про работу тех издательств, ну, может быть, тех организаций, которые поддерживают работу электронно-библиотечных систем, ИДС, вот, даже несмотря на то, что электронно-библиотечные системы обычно связаны большим количеством разных правовых ограничений, большинство книг к ним передаются в формате PDF. Ну, если кто-то с этим делал, когда-то сталкивался, то даже не знаю. В принципе, один из самых, может быть, распространенных подходов, самых ожидаемых, самых перспективных, которые имеется в смысле ожидать, значит, это, конечно, разработка какой-нибудь технологии, которая позволяла бы обрабатывать PDF-файлы, ну, с каких-то больших. Более-менее таких значимых количеств. Почему мы эту работу откладываем, сейчас тоже еще поговорим. Ну, я думаю, что вы догадываетесь, что, забегая вперед, конечно, скажу, что мы все знаем, кто такой файн-ридер, и если выбирать задачи из тех, которые прямо очень острые, которые можно там сейчас хотя бы временно порешать с инструментами, на которые мы давно знаем и, в принципе, так или иначе умеем применять, конечно, полностью списывать со счетов некоторые инструменты, хорошо нам знакомые, не нужно. Файн-ридер – это, конечно, история не из серии искусственного интеллекта, но по факту он существует. И какой-то свой вклад в эту проблему, конечно, нет. Как такое самое узнаваемое решение, у вас это не стоит. Значит, потом возникает вопрос рубрикации. Честно, тут уже я абсолютно ничего скрывать не буду. В вопросах рубрикации на текущий момент никакие интеллектуальные технологии не применяют. Ну, правда, достаточно активно применяются технологии, которые построены на скриптовой формальной логике. Почему не применяются технологии, связанные именно с какой-то такой интеллектуальной начинкой, то есть не применяются именно нейросети? Здесь проблема достаточно стандартная. Мы в чем-то говорили о ней и на наших предыдущих вебинарах. Для того, чтобы мы могли подготовить такую нейросеть, а саму по себе нейросеть не подготовить можно. Фактически мы сталкиваемся с проблемой подготовки, сбора какого-то количества обучающих данных. Значит, ну что такое рубрикация? Во-первых, это рубрикация, которая... Задача подготовки рубрикации обычно сводится к двум задачам. То есть, первое, выделить заголовки в тексте там, где они явным образом не помечены. Ну, сейчас такие форматы, как HTML, V2, в каких-то случаях, и Microsoft, они, конечно, заголовки помечают. Если же у вас это... Простите меня за бытовое... Задача распознания заголовков там, где они не помечены явным образом, она, в принципе, наверное, могла бы решаться просто потому, что такие обучающие данные получить, в принципе, можно. Так, ну, вы все догадываетесь, как это можно сделать. Уберите какой-то массив данных, где эти заголовки проставлены, потом у него формируете массив данных, где эта информация ликвидирована, убрана, стерта. И вот у вас, значит, такая вот комбинация. Это подходит, в принципе, для обучения какой-никакой университетной логики. Ну, вот вторая задача с рубрикацией связана. Это задача определить категорию рубрики, том, книга, глава, раздел, параграф и прочее. Эту работу уже должен проводить человек. То есть такую работу должен проводить фактически редактор для того, чтобы подготовить обучающие данные. И, к сожалению, мы столкнулись с тем, что даже в нашем внутреннем отделе редактора, то есть издательства диагноза, нет единства мнений по этому вопросу. То есть как вообще происходит рубрикация, то есть как обозначить категорию рубрики, там люди готовы спорить. И, к сожалению, мы сошлись о том, что проще всего это заскриптовать. То есть никакие интеллектуальные технологии не приняли, заскриптовать, если что, скрипт на хабуе. Подправить. Напоминаю, что эта проблема актуальна именно диалоги у книги. Потому что если в обычной книге стоит римская 1, точка, там, древняя эпоха, в албе книги это должно быть прочитано как-то свежать. Глава 1, раздел 1, точка, и так далее. Пойди, разбери, значит, что она такая. Аннотацию текста, с вашего позволения, мы сегодня совсем разбирать не будем. Я помню, мы говорили, что здесь она, конечно, как этап такой присутствует. Но разбирать мы ее не будем, просто потому что про аннотацию текста мы с вами говорили очень сбежательно на предыдущем вебинаре. Как говорила, уже помянула Татьяна, у нас есть записи. Вопросы аннотации применения языковых моделей для аннотирования текстами подробно разбирали. И вы можете ознакомиться с этим материалом уже по записи. Синтезирование речи – это речевой синтезатор. Это в чистом виде в наше время интеллектуальной технологии. Кратко мы сейчас поговорим, то есть как она приблизительно устроена. И после того, как подготовлен уже материал, с синтезированной речью, его необходимо упаковать. А этот процесс уже абсолютно спокойно за скриптуру. Ну то есть эта задача совапсия достаточно примитивная, поэтому тут инфекционной технологии, наверное, к счастью, не требуется. Но зато мы их очень эффективнее, конечно, так сказать, по скриптованию. Значит, Татьяна, будьте добры, пожалуйста, третий слайд открыт. Кратко, ну не так, даже не кратко, некоторые систематизации технологий, которые приходится использовать, исследовать, убрать откуда-то, как-то пытаться разрабатывать и так далее. Ну прежде всего, значит, надо понимать, что все наши технологии, все наши технологии, которые нам приходится задействовать при разработке аудиториума, разделяются на две большие категории. То есть технологии классические, традиционные, которые существовали давно, и какими бы они там, может быть, внешне, казалось бы, устаревшими небами, их никто не отменяет. И технологии интеллектуальные, то есть технологии, вокруг которых идет хайп, значит, вот все хотят, значит, искусство интеллекта, значит, с этим ничего не поднял. Должен признать, что вот в этом вот вопросе относительно того, какие технологии мы хотим применять здесь, конкретно в нашей индустрии, очень важен вопрос прагматизма. Очень важен вопрос прагматизма. Значит, здесь в каком-то смысле нет ничего априори правильного или неправильного. Нет абсолютно ничего априори, ну вот интересно или не интересно. Если та или иная технология позволяет, та или иная технология позволяет снизить ручной труд, долю ручного труда, позволяет снизить какую-то долю ручного труда, то, конечно, мы эту технологию абсолютно спокойно обязаны применять. Но история вся с классическими стандартными инструментами, она уже хорошо исследована, она изъедена. В каких-то вопросах она эффективна. Но границы применения сейчас в настоящий момент определились достаточно четко. эти границы, конечно, в общем случае достаточно жесткие, они достаточно узкие, и мы всеми силами должны хотеть выйти за пределы, за их пределы для того, чтобы повысить эффективность решения, и для этого нам нужны интеллектуальные модели, которые современны. Значит, прежде всего, какие две классические категории алгоритмов нам приходится использовать? Здесь кратко, сейчас чуть-чуть подробнее обсудим. Формально-аналитические грамматики. Если кто-то когда-то занимался лингвистикой, наверняка знает, что такое грамматики на Махомского, у них очень ограниченная область применения, но в некоторых вопросах они очень даже эффективны. В частности, конечно, некоторые устоявшиеся языковые конструкции проще обрабатывать именно с использованием грамматик Кумского. Но если даже не грамматик Кумского самих по себе, то можно дополнительно ограничить их гибкость, для того, чтобы сделать их работу более предсказуемой. Ну, что-то из сферы аналитических грамматик, конечно, применять нужно абсолютно безусловно. И многочисленные скрипты. Что за скрипты? Сейчас я еще отдельно расскажу. В нашей работе их огромнейшее количество. Огромнейшее количество. Вот, скриптовать нужно учиться много и легко. К сожалению, про какую мы не говорили технологию прямо такую интеллектуальную. Я вам обещаю, в вашей работе скриптов будет огромное количество. Среди моделей именно интеллектуальных нам нужны в первую очередь языковые модели, они здесь в списке идут под пунктом 2. Это те модели, про которые мы с вами говорили на предыдущем вебинаре, я на них уже не останавливаюсь. Здесь только скажу, что именно они вызывают сейчас обильнейший хайп, потому что они показывают, конечно, абсолютные чудеса. Хочется сказать понимание языка, но до понимания там на самом деле же далеко. Но в каких-то вопросах языковые задачи такие модели решают очень хорошо. Модели классификации элементов – это разного рода сверточные и рекуррентные и линейные ячейки, и линейные сетей, достаточно простые, те, которые, в принципе, далеки от продвинутой лингвистики. Но эти задачи нам нужны, если мы хотим научиться обрабатывать исходные материалы. Исходные материалы. В частности, наш задел, здесь уже опять же повторяюсь, наш задел, именно задел нашего коллектива именно в исследовании этой категории в настоящий момент достаточно слабый. Потому что до текущего момента был сильный перекос в сторону обработки языка, аннотервание текста и так далее. И если мы говорим про какое-то количество ручного труда, которые вот пока что еще остаются неприятными, большими, то, наверное, это недостаток развития именно классифицирующих моделей из нейронных сетей. Но здесь проблема в том, что была бы точность и ясность, из каких форматов нам, прежде всего, конечно, предстоит обрабатывать книги. Поскольку пока что еще такого понимания в точности нет, развитие этого направления, значит, не имеет отставок. Синтезирование речи, казалось бы, должна быть технология первостепенная. У нас поговорим про правые две книги. Как ни странно, эта технология далеко не первостепенная. Ну, она не маловажная, но она сильно не первостепенна. Мы ее вообще оставляем напоследок. Эта технология, в общем-то, в настоящий момент исследована очень хорошо. Исследована очень хорошо. Нас тут очень сильно порадовало, что Сбербанк, ну или как его правильно называть, Сбербанк представил, ну, наверное, какое-то значительное время назад представил, просто как-то мимо нас это проходило, свой собственный синтезатор речи вокруг салюта. И он оказался сильно дешевле, чем тот, что мы сейчас применяем. Вот, прям, на самом деле, порадовали и так далее. Эти технологии существуют, они, в общем-то, доступны. Мы не можем их развивать самостоятельно, то есть в том смысле, что мы всегда берем какие-то готовые от наших партнеров, условно говоря, и объясняется это тем, что для работы именно этой части нейронных сетей требуются очень значительной вычислительной мощности. У нас их просто напросто. Ну, то есть они настолько огромные, что наш коллектив и вообще коллектива нашего масштаба позволить себе этому не могут. В принципе, чем глубже вы заходите в историю с анализом каких-либо интеллектуальных технологий, тем сильнее для вас будет, тем актуальнее для вас будет вопрос именно вычислительных мощностей. В частности, опять же, возвращаясь к скандалу Сэма Айтмана, эта история, она в каком-то смысле позволила больше прояснить вот тут вот закулисную обмену. Значит, еще там одна из гипотез сводилась к тому, что Сэм Айтман задумал вообще немыслимое ответ. У них потребность в вычислительных мощностях огромнейшая. То есть если мы говорим, что мы не можем себе позволить в мощности уровня Сбербанка или Яндекса, то для них Сбербанк и Яндекс – это очень немыслим. Практически незначительные центры в этом смысле, в смысле вычислительных ресурсов. И Сэму Айтман подумалось, что ему разработать собственный процессор и производить его могло бы оказаться дешевле и проще, чем использовать процессор в виде графических ускорителях. Я понимаю, что этот вопрос, конечно, требует хорошего осмысления именно процессорных и микропроцессовых технологий, но я думаю, что даже на общем уровне должно быть понятно, что если кто-то задумался о том, что ему разработать собственный процессор и производить его проще, чем закупать, процессоров таких ему нужно огромное количество. огромное количество. Ну и естественно, что все измеряется финансами. Это еще получалось как будто бы даже экономически рентабельно. Поэтому, к сожалению, что даже если мы что-то умеем делать, чисто с точки зрения компетенций каких-то, мы не всегда можем себе это позволить, с точки зрения доступных, и числительно просим. Здесь на слайде приведены те основные части работы над аудиокнигой, в которых мы применяем скриптовый инструмент. Значит, предварительно очистку, так или иначе, мы все равно, конечно, в отдельных вопросах подскриптовали. Ликвидация разных символов, ненужных, ликвидация разных пробелов. Иногда мы применяем утилиты дополнительной проверки орфографии, грамматики. С ними, правда, иногда хочется сказать проще не связываться, но иногда, в общем-то, тоже можно и применить. Они абсолютно не интеллектуальные и так далее. Поэтому первоначальную предобработку текста мы, естественно, подскриптовали. И нравится нам это или не нравится, ну, какой-то, ну, таким нам это, кажется, точно нравится. В смысле снижения ручного труда, это, конечно, значительно помогает. А как руприкацию? Руприкацию. Ну, это больная тема, которая вносит огромнейшее количество разных неясностей в плане, все-таки, в плане единого мнения, как это должно быть правильно. Но то, что мы сейчас делали, то, чем мы пользуемся, это тоже чисто скриптовое. Ну, скриптовое, в смысле, что написано на простом языке программирования, без задействования нейросетей, без задействования машинного обучения и так далее. Классификации языковых конструкций. Даже если мы для аннотации текста хотим применять какую-то более-менее развитую нейросетевую модель, большую, в любом случае, мы не можем ее применить напрямую, мы сначала должны выделить какую-то отдельную языковую конструкцию, так и понять, значит, что с ней делать. Вот такой обмор проводится при помощи специальной грамматики. Она заскриптована. Более того, как Угатова упоминала на предыдущих вебинарах, мы разработали свой собственный язык. Анализа текста, называемого «Инландес». Библиотека с реализацией этого языка публично доступна. И язык «Инландес» является в своем смысле некоторым расширением языка в JavaScript. То есть эта технология позволяет нам проводить первоначальный анализ текста и уже максимально локализовывать те фрагменты, в которых требуется применение нейросетев. Общее управление жизненным циклом книги. Откуда какой файл взять, куда положить, какие фильтры к нему применить, как его распараллилить, обработку, куда что запустить, какому редактору что написать. То есть это, казалось бы, вроде бы очень утилитарная задача, на самом деле на скорость обработки книги влияет абсолютно непосредственно. Мы называем управление жизненным циклом. Это, конечно, тоже заскриптовано. Реализовано у нас передео уличного сервиса. И это, в общем случае, позволяет на одной и той же книге работать коллективу редактора. Периодически возникает вопрос, можно ли этот сервис сделать публично доступным, но вот у нас внутри нашего коллектива пока нет минимума. по этому вопросу, хотя, конечно, вот такая есть деталь. Основной язык, которым мы любим пользоваться, это JavaScript. Ну, если кому-то интересно, то есть мы все время говорим скрипты и скрипты, так мы что-то, значит, JavaScript. JavaScript мы применяем в двух ипостасиях. Значит, мы применяем в двух ипостасиях. То есть это JavaScript в виде его серверной реализации Node.js. Node.js – это серверная платформа, которая позволяет реализовывать сервисы с поддержкой синхронных операций. Построена она на движке V8, который интегрирован в браузер Google Chrome. Инструмент абсолютно прекрасный, мы его очень ценим. Он очень гибкий, позволяет нам достаточно эффективно подходить к решению целого ряда задач, ну и тому прочее. Вторая реализация JavaScript – это реализация, которая идет в составе виртуальной машины Java. Точнее, она не идет непосредственно, она подключается к виртуальной машине Java. Это движок JavaScript, который принято называть Graal.bm. Ну или Graal.bm, если бы произносить более пару слов. Фактически, Graal.bm позволяет интегрировать скриптовую логику в Java-приложения, с чем мы, собственно говоря, и пользуемся. У нас весь стенд технологий написан на нескольких языках. Вот именно скриптовая часть на JavaScript. Некоторые компоненты на Java, некоторые компоненты, очевидно, не на Python, потому что на Python мы вынуждены программировать все технологии, связанные с нерестковыми моделями. Татьяна, будьте добры, пожалуйста, пятый слайд. Про предобработку текста. Ну, фактически, такое, конечно, получилось, что я большую часть этого раздела вам уже сообщил. Но введем некоторую формальную договоренность. То есть на входе в такой компонент у нас должен быть некоторый слабо структурированный документ. Если это PDF, вы догадываетесь, что PDF тоже бывает двух типов. То есть бывает PDF, который вообще ни разу не PDF, просто сканированная страничка, то есть это просто распорное изображение. Иногда бывают такие прекрасные вордовские файлы, где вроде бы вордовский документ, но вордовский документ просто вставлена картинка со сканом этой странички. Вот, у нас, ну ладно, вордов, да? Есть вордов, у нас и PDF таких документов достаточно много. Здесь PDF выступает просто как инструмент для того, чтобы связать в единый документ множество сканированных страничек. Сделать с этим ничего невозможно. Вот, ну если PDF у нас, PDF традиционный, скажем, который из тех, и можно получить еще из других приложений, то есть такой PDF – это последовательность букв, последовательность букв, все координаты. Если мы говорим там про представление какой-нибудь фразы, допустим, вебинар про книги, то фактически в формате PDF будет последовательность букв V, E, вебинар, пробела не будет, P, R, O, книги. И у каждой буквы будет координата, где она находится на странице. Ну, поскольку есть координаты, пробелы формируются, получается, чисто визуально. Ну и вот, попробуйте, значит, придумать, как вот эту конструкцию превратить в последовательный текст. Но если сами по себе пробелы, тоже чисто формальные, методы, можно восстановить достаточно просто, то текст, он же ведь бывает со структурой не слабый. Есть списки, есть заголовки, есть сноски. Очень неприятная история со сносками. Есть номера страниц ушла бы, параграфы, есть таблицы и тому прочее. Фактически, если поговорить про математическую задачу, то, конечно, это в чистом виде математическая задача преобразования последовательских, которые так или иначе нейросетями решатся, ну, наверное, и нужно. Другое дело, что, конечно, это какая-то определенная исследовательская работа, но мы ее пока будем откладывать, наверное, на какую-то перспективу. Причины, по которым мы ее будем откладывать на перспективу, все-таки две. То есть, во-первых, все еще пока есть файнридер, в тех случаях, когда его применение обосновано. Пытаться создать свой собственный файнридер, пусть даже с применением уже реально нейросетей, в обстановке очень ограниченных ресурсов, в обстановке, очевидно, сейчас макроэкономически очень стрессовой, плюс еще и без точного понимания все-таки по набору наиболее перспективных форматов, принять такое решение пока что еще достаточно трудно. Поэтому мы вот за этой историей наблюдаем, но, несмотря на ее значимость, значимость, в общем-то, очевидная, конкретных идей, конкретных шагов пока что еще не принято. Посмотрим, что будет происходить дальше. Так, ну и фактически, напоминаю, что все, что касается нотирования языка НРЦК, я пропускаю. Пропускаю просто потому, что мы говорили на следующем вебинаре про это. И в заключение нашей сегодняшней беседы, Татьяна, будьте добры, пожалуйста, шестой слайд финальный, несколько слов про синтезирование речи. А синтезирование речи, как ни странно, задача, ну, в настоящий момент воспринимается как несложная, хотя долгое время было достаточно сложно. Несложно, но воспринимается потому, будем уж честными, что группа исследователей в отдельном подразделении DeepMind, DeepMind это подразделение Google в Лондоне, ну, не самой Google, а холдинговой компанией Google Alphabet, разрабатывала достаточно качественные модели, нероскевые, которые позволяют создавать синтезаторы речи. Примером такой модели, которую разработала DeepMind, является модель Takapron 2. И она в настоящий момент, она одна из самых известных, но она далеко уже не самая провинутая, уже после Takapron 2 уже были более удачные примеры. В принципе, как работает сейчас подобная синтезатор речи с использованием Мерси? Работает она достаточно просто. Сначала Диктор читает некоторые тексты, причем в наше время он может быть уже не очень большой. Рядом с этой записью кладется этот же текст в буквы, и нейросеть очень четко учится воспринимать, как конкретная последовательность буквы образуется в некоторой звуковой сигнале. Конфигурация такой нейросети опубликована, ну, в частности, Takapron 2 опубликована очень хорошо. Это в чистом виде... Ну, у Takapron 2 конфигурации с нейросетевая достаточно сложная, но во многом она основана и на рекуррентных ячейках, дополненной долгой и краткосрочной памяти. Это отдельные варианты нейросетевых архитектур, ну, естественно, мы их с вами сейчас не можем разбирать. Долгой и краткосрочной памяти в СТМ позволяют существенно повысить качество рекуррентных ячеек, и все желающие могут этим воспользоваться. Проблема остается прежней, что если вы хотите этим воспользоваться, то для обучения, для промышленного применения подобных речевых моделей вам потребуется очень неслабая вычислительная мощность. Ну, мне неизвестно в точности, что использует Яндекс для своего синтезатора спички, но Тинькофф в свое время говорил, что вынужден использовать, целый суперкомпьютер был задействован, для того, чтобы обучить технологии обработки речи. У них две технологии используются, у них не только синтез речи, но и распознавание речи. Исследовалось, ну, вот только обладая суперкомпьютером, вы можете построить такой движок. Мы этим заниматься не планируем, ну, собственно, потому что даже цены Яндекса у нас какое-то время держали в напряжении, но когда мы увидели цены от Сбера, немножко даже в каком-то смысле расслабились. Это экономически абсолютно необоснованно. Ну, самое главное, что если да, абсолютно необоснованно экономически. Главная проблема, которая связана именно с этой частью работы, связана с тем, что когда подобная речевая модель обучается, она, конечно, ничего по большому счету не знает ни про удаление, ни про сокращение, ни про герой. То есть она преобразует именно уже точную последовательность букв в какой-то звуковой сигнал. То есть там, где уже все развернуто, все расписано, ни цифр, ничего нет, для того, чтобы точный и последовательный звук, как говорили, на языке фонетики, то есть уже прямо транскрипция слова должна быть составлена, научиться синтезировать какой-то сигнал. Но, естественно, что проблема определения ударений, обработки сокращений, числа и так далее, она становится одной из самых острых. Ну, и возвращаясь к предыдущей теме, мы говорили, что ее невозможно решить универсально. Искусственный интеллект никогда не сможет обрабатывать какие-то авторские конструкции, какие-то частные термины. Попробуйте прочитать синтезатором речи какой-нибудь фэнтезийный роман не очень известного писателя. Ну, и, конечно, вы столкнетесь с тем, что какие-то авторские имена, обозначения будут читаться абсолютно некорректно, не надо уметь машинку настраивать. Вот такая история, друзья. Я буду думать, что постарался прояснить общий комплект технологий, которые мы вынуждены использовать. То есть не только именно нейроскевые, как мы обсуждали на предыдущих вебинарах, но и вообще всех. Насколько это возможно в формате нашей беседы? У вас еще осталось 5 минут. За эти 5 минут я могу ответить на какие-нибудь вопросы, если у вас они есть. И обращаю внимание, Татьяна, пожалуйста, на последнем сайте поколения, что у нас есть группа в Telegram, в главу лица, в которой по этой тематике нужно дополнительно пообщаться. Мы всегда призываем людей к ней присоединяться. Это наш основной ресурс, где можно говорить про разного рода проблемы автоматизация изготовления альбертных и применение. Отдельная тема, всегда очень острая для нашего сообщества, это, конечно, применение подобных альбертных в инклюзивном образовании. Сейчас в группе активно обсуждалась эта проблема коллегами из специализированной библиотеки в Санкт-Петербурге. Мы, конечно, очень рады, что есть такой интерес. Потому что во многих применениях, во многих сферах изготовление альбертных и традиционно экономически не обосновано. Этот процесс нужно удешевлять. Пусть это будет даже ценой потери какого-то качества, каких-то аспектов потребительских у книги. Но сам факт, самовозможность получения такой книги с оправданным экономическим показателем, она, конечно, все равно значительно способна улучшить количество жизни в определенных ситуациях. Но речь идет про обучение, про жизнь людей с нарушениями древних. Все, друзья, на этом мой рассказ на сегодня окончен. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Мы попросим Татьяну, если что-то прочитать. Я постараюсь на все ответить. Не хочу, что было несколько вопросов в нашем чате. Так, и начнем. Начнем мы сначала. Прошу прощения, Марьяна Ягодкина спрашивает. Скажите, пожалуйста, какой сервис лучше использовать для синтезирования речи при озвучке книги? Тексту спички на ракет, вопсворкер или что-то еще. Вот. Насколько смогла, прочитала. Значит, некоторые уточнения. Ну, естественно, должен признаться, что некоторые из перечисленных сервисов, наши прямые конкуренты, мы стрелать это не будем. Вот. Но если быть объективным, значит, если быть объективным, значит, я не смотрел спички, вот, допустим, конкретно спички прямо сейчас, ну, в актуальном состоянии, я не знаю, что там в точности творится, но когда мы их смотрели какое-то время назад, мы, в общем-то, обнаружили, что они ничего интересного не делали, они просто вызывали речевой синтезатор гамбетс. Ну, собственно, к которому и мы были привязаны до текущего момента очень даже сильно, пока вот сейчас не связались со сберой. Здесь вопрос в другом, вопрос в другом. Вот спички свою экономическую модель было хорошо видно, строя на том, что они позволяли интегрировать чтение текста веб-странице. То есть вопрос даже не в том, чтобы прочитать какой-то отдельный фрагмент текста, отдельный запад, а интегрировать такую технологию в веб-страницу. То есть это была вот прямо их отличительная черта. Во всем остальном все зависит от того, что вы хотите прочитать. Если вы желаете прочитать непосредственно прямо литературные произведения, в котором будут встречаться и нестандартные сокращения, и нестандартные ударения, и вам потребуется обрабатывать какие-то специализированные форматы. В общем, книга книги Росика в общем случае. Вы, конечно, столкнетесь с тем, что в том или ином виде эти сервисы вам вообще в принципе не подойдут. Потому что это трудная работа, которую сто процентов просто автоматически сделать достаточно. Во всем остальном, я не буду, опять же, говорить за все вот эти вот сервисы, за все эти сервисы, но они фактически, так или иначе, в наше время сводятся к использованию очень похожего друг на друга набора синтезаторов. То есть, это либо синтезатор Яндекса, который очень хорошо узнается, либо это голоса Сбербанк и так далее. То есть, и сервисы эти различаются тем, что они по-разному подходят к обработке исходного материала и тем или иным преобразованием текста, который позволяет не наугад получить какой-то абстрактный результат, а так или иначе как-то управлять процессом чтения. Ну, а здесь история уже сильно различается от того, на какой тип контента они ориентированы. В смысле, если вас интересует именно качество голосов, то есть, именно качество голоса, голоса, ну, по факту сейчас у многих свободных сервисов практически одинаковые. Ну, я считаю, если говорить уж прямо, кто из них самый лучший, ну, некоторые голоса Яндекса, мне кажется, очень. Особенно у тебя поклонник был Яндекса. Ну, это такой глубокий мужской голос, может быть, интернации такие немножко трагические, но он звучит очень качественно. Успичи голоса Яндекса поддерживались. Вот, поэтому голоса более-менее одинаковые, различаются они подходом к обработке материала и управления самой процедурой чтения. Наша область специализации, как вы уже помните, наверное, это обработка ауберкниг, когда тексты очень здоровые. Речь не идет о том, чтобы страничку текстов ты читал, а читать, конечно, какие-то большие насилия текстов. Ага, спасибо. Михаил, еще один вопрос, комментарий от... Да, но это, наверное, то же самое, Марьяна спрашивала, извините, возможно, я не целевая аудитория этого вебинара, но какие конкретные инструменты обычный пользователь может использовать для создания аудиокниги? Может быть, здесь что-то поясните еще? Нет, этих обычных инструментов, но точнее, если говорить про массовый рынок, ну, про такие, нет, есть очень простые распространенные инструменты, которые позволяют, в принципе, просто обработать текст и так далее. У пользователей одно время была очень популярна сначала программа MaxReader, а потом была популярна программа Балаболк. Это Балаболка, фигурировала много где. То есть у них был строен цинтедат речи и на простых домашних компьютерах можно было запускать и преобразовывать текст в речь. Там с упаковкой в MP3 и так далее. Я думаю, что если вы сейчас посмотрите Балаболку в интернете, вы, конечно, любишь труда, найдете, что на себя представляете. Но возможности этих инструментов, они, конечно, очень ограничены. То есть простые пользовательские возможности, то есть возможности простых пользовательских инструментов для изготовления аудиокниги, которая хоть как-нибудь не претендовала на конкуренцию с аудиокнигой традиционной, абсолютно недостаточно. То есть все эти проблемы, которые сейчас мы обсуждали, обрекаются, текстовое анонтирование, обработка сокращения, ударение и так далее. если поставить цель, что таких ошибок в тексте быть не должно, желаем с ними бороться, возможностей этих инструментов будет недостаточно. Мы же пока все подобные заказы берем наглядания подключены. Рассматриваем конкретно материал и наши редакторы с использованием этих технологий его обрабатывают. Но сами технологии такого уровня сложности напрямую именно в доступном пользовательном виде мне кажется пока в общем случае не представлены. только варианты сильно проще. Балабон 2 в 2017 году, а есть что-то более современное. Да, есть. Есть. Я вот правда, я честно говорю, у меня вылетело название из головы, и я решил простить меня это не позориться. Значит, там история такая, если посмотреть на саму архитектуру нейронных сетей, там вся эпоха разбивается на два поколения. Значит, условно поколение рекуррентных сетей с кучей недостатков для долгой долгосрочной памяти, там Токатрон 2 было и так далее. И модели на основе трансформера. Ну, детали не вдаемся, трансформер там абсолютно грандиознейшее достижение с тех же Google, представлено коллективом во главе с Ашишем на свайне, то есть там огромный, это статья, в которой трансформер был представлен на английском языке внимания это все, что вам нужно, это, ну, опять же, не знаю, как прямо сейчас, какое-то время назад была цитируемая статья номер один на Archive.org сервисе с припринтами научных статей, это была самая цитируемая статья с описанием модели трансформера. На трансформере основаны сейчас фактически все глубокие языковые модели и BERT, GPT, Lama и прочее. Чат GPT, естественно, поменяет самым непосредственным образом. GPT это декадирующая часть трансформера. Так вот, на основе трансформера тоже существуют модели для синтеза речи. Tocaton 2 это самое, я ее привел, потому что она самая узнаваемая и разошедшаяся, наверное, в каком-то смысле, то есть одно время она была абсолютно лидером. Вот, а тот же Ermil и вот эти современные голоса у Яндекса, когда они переводили в категорию премиальных, то есть у них сначала были просто голоса, вот просто голоса, по-моему, у меня нет точных средств, но могу предположить, что это голоса так отроновы были, которые были дешевыми. потом у них появились голоса премиальные, в разы дороже, но с существенно большим качеством. И Яндекс написал, разысылал такой анонс, что, ой, друзья, простите, значит, мы сейчас все голоса переведем в категорию премиальных, построенных на модели трансформеров. Мягко говоря, из публичной информации можно сделать современные голоса, которые те же Эрмил, Оксана, если вы их смотрели, их хорошо узнали. То есть это далеко уже не так отрон 2, это голоса на базе трансформера, вот, ну, единственное, Каюсь перед вебинаром не посмотрел точное название модели, которые построены на базе трансформера, но на 100% существует. Я думаю, что она даже не одна сейчас такая. Здесь ключевой принцип, отличие от токатрона, это построение моделей на базе трансформера. В частности, у нас сейчас вообще в индустрии искусственный интеллект наблюдается тенденция переосмысления старых существующих моделей, которые, очевидно, все были построены на рекламентных сетях с целью построить их аналоги на базе трансформера. Это сложная технологическая задача. Если кому-то будет интересно, давайте по этой теме отдельный вебинар проведем. Эта тема реально отдельный вебинар, чем хорошая модель трансформера. В строгом смысле отвечаю на вопрос. Да, эти модели существуют, надо смотреть синтезы речи на базе трансформера. Ага, спасибо, Михаил. Игорь Волков еще спрашивает, кроме грамматик Холмского, какие математические модели используются? Математические модели, наверное. Но это сложный вопрос. Значит, вообще, в общем случае, о грамматике Холмского, таких полноценных контекстно-соборных грамматик, мы отказались. Мы отказались просто потому, что если вы попытаетесь задать грамматику по Холмскому хоть сколько-нибудь в недетерминированном виде, то есть, когда существует какая-то такая развилка, когда правило задано с разного рода альтернативами, значит, вы быстро столкнуетесь, что время, необходимое для обработки текста, начинает расти, ну, собственно говоря, близко к экспоненциальному. То есть, в общем, с одной стороны свободу грамматики Холмского дают очень сильно не слабо, очень даже прилично. С другой стороны, наложить их на текст при определенной сложности уже становится невозможно. Если кто-то хочет в этом убедиться, он может взять утилиту Томита Парса от Яндекса, который в чистом виде реализует грамматику Холмского для выделения фактов из текста и попробует задать что-то такое развестие. У нас была работа, мы пытались анализировать учебники по анатомии человека, чтобы структурные связи анатомических понятий выделять в тексте автоматически. Мы быстро уперлись, что при попытке задать языковые конструкции время обработки текста начинается тримически. В этом смысле самую первоначальную обработку текста мы свели к утилите самописной наш фильтр Энландес, который построен просто на недерминированном конечном автомате. Это сильно проще, чем Хомский, естественно, это куда более примитивная и может быть не так гибко, но первоначальный отбор языковых конструкций мы проводим в едительном нерном конечном автомате, НФА, который, как известно, на текст накладывается за линейное время. Но не надо тут над нами смеяться, что типа насколько у нас примитивные конструкции, потому что это только предварительный отбор языковых конструкций. Что для их обработки далее, применяются модели уже самые разнообразные. Ну, в частности, если возвращаться к тематике предыдущего вебинара, снятие семантической амонимии мы проводим с переводом текста векторное представление, когда слова и их контекст заменяются вершинами векторного пространства, ну и дальше определяем уже семантическую близость через космосное расстояние векторного пространства. Ну, то есть это абсолютно отдельная история, которая позволяет сравнивать семантическую близость между двумя понятиями, чтобы выбрать из них наиболее подходящих. Это отдельный вариант. все остальное сводится уже к применению и больших языковых моделей, сейчас и GPT от Сбербанка применили, то есть она, в принципе, это как бы трудно назвать уже математической моделью там уровня, вот, но это в каком-то смысле же это модель, может быть, не математическая такая, в непосредственном жиле сетевая, вот, но для обработки падежей чисел и так далее используется уже RUG-5 от Сбербанка и того прочего. Применялось у нас и для определения, то есть для снятия монемии определенных типов и RNN МОД, очень популярная русскоязычная библиотека, я прошу прощения, я помню, что фамилию автора гусит, но я забыл, кто бы Алексей гусит, кто ли это, она, конечно, в каком-то смысле чуть-чуть подустарела, потому что она на рекуррентных сетях с долгой карточной памяти, но работает, то есть она работает сильно лучше, чем анализ по словарю, вот, вероятностных моделей, как таковых, классических, мы не используем, там, не скрытых марковских моделей, не алгоритм гетеррии, 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 вот, все это, конечно, уже в наше время практически неприменимо, хотя, долгое время считалось таким-то обязательным стандартом, и так далее, вот, ну тут, как видите, у нас своего рода комплекс, вся наша работа, она, наверное, носит такую природу исследовательскую, приходится подбирать ключики для разного рода трудных ситуаций, каждый раз свои, ну вот, фактически используем полный спектр конечного автомата и до руджепики, но работа очень трудная и сложная, я честно говорю, что она, конечно, рисует перспективы, но я вот, ну я понимаю, что как бы очень трудно нас сравнивать с тем, что происходит там в Калифорнии вокруг OpenAI, но я прямо вот почувствовал, за что бьют вот этого бедного Сэма Альтман, потому что вот этих подходов очень много, потенциал очевиден, потенциал очевиден, ну то, что за этим скрывается но каждый шаг добывается вот путем проведения огромных количеств огромных количеств экспериментов и вот сказал бы, что очень неслабым трудом, ну то есть у нас задача какая-то частная поставила у них и я думаю, что им еще сильно тяжелее, потому что задача общая и требования к ним сильно более жесткие, но везде, везде в подобных работах всегда комплекс, всегда какой-то такой своего рода комплекс с поиском наиболее подходящей модели для конкретной ситуации, предпроцессы, много тут всего, то есть если интересно, давайте тоже отдельно поговорим, мы уже частично поговорим, но здесь реально очень много всего. Спасибо, Михаил. Ну и последний вопрос от Марьяны Ягодкиной. Ну и тогда логичный вопрос из этого вебинара. Сколько стоит у вас озвучка книги с использованием авторских технологий? Зависит от желаемого уровня все-таки качества. Если вы хотите, чтобы там не было ошибок ни одной, ну то есть вы эту книгу желаете издать, ну послать ее куда-то на публикацию, там не знаю, в какой-нибудь сервис, там хотите в МТС-стройки, там еще что-нибудь. Над такой книгой после обработки этой книгой нашими технологиями мы все равно посадим редактора для контрольдаши. Но, к сожалению, мы пока этот этап полностью исключить не в состоянии. В этом смысле, если вы, если требуется именно так, такой уровень качества адаптации книги, скорее всего, будет, ну в зависимости от размера, ну в средней книге там условно 300-400-500 тысяч символов, будет стоить 10-15 тысяч. 10-15 тысяч. Ну так. Если более-менее реалистично. Значит, если в принципе требования очень жесткого качества нет, то есть когда вы согласны на результат такой, какой он получится на текущий момент, ну а я несмотря на то, что душой естественно болею за то, что все технологии должны быть самыми лучшими на свете, по факту признаю, что это не так, и ошибки все равно какие-то встречаться будут, но еще сильно зависит от сложности вашего текста. Я надеюсь, вы не учебник теоретической физики Ландару, учиться хотите нам дать прочитать. Вот. То будет, фактически, мы готовы это дело провести по условиям близким к себестоимости. Близким к себестоимости. Ну себестоимость это с голосами от Яндекса это полторы тысячи рублей за миллион знак. С использованием голосов от Сбербанка ну там три-четыре раза дешевле там еще пытаемся подсчитать. То есть, можно ориентироваться, ну, лучше, конечно, спросить там у наших коллег, которые занимаются непосредственно взаимодействием с клиентами, ну, пусть не полторы, пусть две тысячи за миллион знаков. Но я предупреждаю, что получится то, что получится. как бы это это все равно скорее всего будет лучше, чем использование простых инструментов, но ошибки, контроль над ошибками требуется. В принципе, в принципе, вы можете получить какие-то наши промежуточные материалы от нас и провести контроль над ошибками самостоятельно. Ничего невозможного здесь нет. Но если вы хотите прямо подключить, когда мы проведем нашими редакторами обработку самостоятельно, здесь 15 тысяч и прочее. Спасибо большое, Михаил. Вопросов больше я в чате пока не вижу. Поэтому, ну, наверное, можем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Коллеги, если какие-то вопросы еще будут возникать, контакты есть в презентации, есть сейчас на экране на последнем слайде. Можно переходить в группу, подписываться в группу в Телеграм, задавать вопросы там или, в крайнем случае, писать на e-mail. Михаил, мы вас благодарим за сегодняшний вебинар, за участие. Ну, и, да, вот Игорь Волков пишет, спасибо, ждем продолжения, ждем продолжения, а сегодня мы вас отпускаем. Все, спасибо. Большое вам спасибо, всего доброго и удачи. До свидания. Ну, коллеги, а у нас осталось пас.